Здравствуйте, Бердавид. Меня зовут Юлия Грунский. Мы из Германии с семьёй. Я к вам обращаюсь из-за дочери, Карины Грунский. У неё несколько проблем. И врачи, то есть психологи, настаивают на том, чтобы мы поставили, чтобы ей поставили диагноз Асбергер. Так как будет легче, допустим, её лучше поймут, и можно ей помочь лучше адаптироваться в школе. У нас несколько проблем, про которых вы сказали, чтобы я обязательно это всё озвучила. Так, ребёнку Карине 12 лет. Заметили мы, что что-то с ней не то. Это было, когда ей было лет 3-4. Потому что с речей у неё проблемы абсолютно нет. Она очень рано начала разговаривать. Единственное, что мы заметили, это, что она вертит руками, что у неё не такая физическая, то есть неуклюжность некая. И что она, если мы, например, ходили на игральную площадку, она сидела одна. То есть она вообще не регистрировалась, что есть дети, и у неё не было интереса к этим детям. Она как будто в своём мире. Вот так вот было. И в садике это продолжалось тоже самое. Потом как-то у неё появились через сестру, у неё ещё есть сестра младшая на полтора года, появились тоже ребятишки, с которыми она как-то приспособилась и начала с ними играть. И было некое улучшение тоже. И в садике тоже было улучшение. Начались проблемы, действительно, это в школе. Там дети заметили, видимо, её некую неуклюжность или неуверенность в себе. Класс был большой, она там была потеряна для неё. Вот эта новая ситуация, это всё было сильно стрессовое. И ребёнок начал психовать дома. Её начали тоже, детки начали её травить, и при том всем классом. И вот это вот было заметно, вот эта вот социальная неприспособность, вот эта вот, она была замечена. Ну вот как, вот эти видения мои, вот у неё некая социальная, я записала листок, социальная неприспособность. Она нелюдимая, она даже боится людей. Если куда-то идти, допустим, она не хочет никуда идти, она боится много людей, вот это вот всё. Ну вот, как сказать, коммуникативно-социальные проблемы с детьми. И дефицит в общении, она очень стеснительная. Она даже если идёт в школу, она, я заметила, вот когда я с ней ходила в школу, она смотрит куда-то в другое место и боится смотреть, просмотреть прямо в лицо кому-то. Она вот идёт и смотрит совсем в другую сторону, как бы, она просто боится людей. У неё уже образовалась некая депрессия. По поводу того, что её не принимают, какая она есть, у неё образовалась депрессия. То есть она плачет, она не хочет жить больше. У неё вот такие вот проблемы присутствуют. Она тоже ощущает, у неё вот этот вот, как говорит цванг по-немецкому, я не знаю, вот сейчас как по-русскому, это как бы, она всё время ощущает себя страшной, несколько раз говорит про это, я такая страшная, начинает заводиться, потом начинает бить себя головой об стену. Софичка, будь рада, отойди. Она начинает бить себя головой об стену, начинает бить меня, начинает обзываться. По вот этому поводу, что она, что нету у неё друзей, она ощущает себя, она думает, что это, потому что она страшная.